Уважаемые соратники, начинаем наше дополнительное занятие. Откройте свои конспекты, напишите дополнительное занятие и напишите такую тему. Закапывание мёда в глаза. Закапывание мёда в глаза. Дополнительное занятие. Закапывание мёда в глаза. Я когда 12 лет назад начал заниматься проблемами восстановления зрения, я, естественно, перечитал очень много литературы на этой теме. И я обратил внимание, что во всех старых русских дореволюционных лечебниках написано, что самое лучшее средство при любом расстройстве зрения и при любых заболеваниях глаз – это закапывание медов в глаза. Вот во всех лечебниках первое самое средство стояло – закапывание медов в глаза. Я, естественно, своим соратникам на занятиях первые два года рекомендовал настоятельно закапывать мед в глаза. Результат был любой – в лучшем случае, а в худшем случае были осложнения. И осложнения очень серьезные. Я долго не мог понять, неужели наши старые русские лечебники урут. Ну, то есть никакого результата от этого мёда мы не получили. И только 6 лет тому назад я, наконец, случайно узнал, в чем тут дело. Оказывается, тот мёд, о котором пишут русские лечебники старые, и тот мёд, который мы сегодня с вами покупаем у пчеловодов, на базаре, в магазине – это совершенно разный мёд. Абсолютно разный мёд. Это небо и небо. Дело в том, что основным целебным показателем качества мёда является его диастазное число. Вот, запишите, диастазное число мёда. Диастазное число. Обозначает самую большую букву ИД. Букву ИД. И это диастазное число характеризует то количество ферментов, микроэлементов, слюны целебной, которые пчела добавляет в нектар, прежде чем превратить нектар в мёд. Значит, пчелы, когда приносят в улей нектар, нектар – это сладкая водичка. И они этот нектар начинают перерабатывать, превращая в мёд. Как они его перерабатывают? Одна пчела приносит нектар в зобик, тут же его в сот выплескивает и летит снова. Вторая пчела уже в улей, набирает опять в зобик этот мёд в соседнюю чайку. Опять и туда. И вот многократно, до 50 раз они набирают этот мёд в зобик, перекладывают в другие ячейки, а по ночам они из этого нектара выпаривают воду пчелу. То есть удаляют лишнюю воду. И в конце концов они получают вот этот вот мёд. Так вот, у нас до революции в России была распространена, запишите, северная пчела, северная пчела, северная пчела, это северная пчела, проходите, пожалуйста, давала самый лучший в мире мёд. Диастазное число было больше 50. Больше на 50. Почему? Потому что северная пчела жила в экстремальных условиях. Три месяца лета, девять месяцев зима. Причём зиму надо было пережить в дупле при температуре до минус 45-50 градусов. Вот такую надо было пережить зиму. И поэтому они давали северной пчёлы самый целебный в мире мёд. Этот мёд считался лекарством, а не пищевым продуктом. Его продавали в аптеках, а не в магазинах, этот мёд, который они делали. И этот мёд назначали врачи при очень многих различных заболеваниях. Кстати, вся зевская медицина наша была основана на травах и мёде. То есть травы и вот этот вот мёд северных пчёл. Этот северный мёд северных пчёл ценился во всём мире на вес золота. И наша зарубежная вся торговля, половина всех доходов в валюте Россия получала от продажи вот этого северного мёда. То есть половина доходов в валюте был за этот мёд. За него платили золота. После Великой Отечественной войны наши колхозы-сорхозы погнали за продуктивностью пчеловодцев. И наши северные сибирские районы завезли южные породы пчёл. Южные породы пчёл очень быстро летают. Очень продуктивные. Много у них большой зубик, много нектара собирают. Но мёд они готовят калярный. Потому что у них зимовка месяц-полтора всего. И на эту зимовку они могут перезимовать толще своими нектарами. И диастазное число мёда снизилось до 5-15. Мёд полностью потерял все свои северные свойства. Превратился просто в сладкую папину. Кроме того, Никита Сергеевич Хрущёв объявил, что коммунизм – это советская власть плюс химизация всей страны. И всю страну завели с его ловкой руки ядохимикатами, пестицидами, гербицидами. Засыпали тусно-весные мастивы. До сих пор вся эта гадость идёт в цветок, идёт в мёд. И на сегодняшний день примерно 75% производимого в Российской Федерации мёда токсично. Запишите. Токсично. 75%. Его не то, что в глаза копать. Его и есть. Не рекомендуется. Токсично. Да, да. 75%. Надо токсично. Токсично. То есть, когда собирают этот санитарный бак? Да, всё это, всё это. Всё это не проходит никакого международного санитарного контроля, я так скажу. То есть, ни одного килограмма мёда у нас за границей не покупают, потому что он не проходит по предельно допустимым концентрациям, в частности, в лесные массивы, которые засыпали дустом, дуст не разлагается более 100 лет. Вот считайте, ещё лет 50, дуст этот будет лежать, нерасложившийся и портит тогда. Ага, да. Наши дустом. Вот сейчас мы перейдём, как он обучит. Значит, следующее, что ещё подрывает на сегодняшний день пчеловодство, это химическая борьба с пищом. В 70-е годы на наши пасеки на полплещ поразил пчелинику. Их по 8-9 штук на пчелу садятся, маленький такой красный плещ, высасывает из пчели римфу и кровь, и пчела гибла. У нас за один год в Новозибирской области зимой погибло 90% пасек. Началась дикая паника среди пчеловодов. И сразу были даны рекомендации, для того, чтобы этого пеща убивать, гулей надо сыпать нафталин, надо гулей сыпать дуст, надо сыпать гулей, лить муравьиновую кислоту. А это всё страшные яды, и до сих пор пчеловоды, основная масса, немудрская лука, именно вот этими ядами и борются с клещом. Естественно, всё это попадает на пчёл, всё это попадает и в мя. Ещё одна страшная вещь нашего пчеловодства, это то, что было велено кормить пчёл сахаром, для того, чтобы увеличить доходы от пасек. Значит, была разработана система, что на зиму у пчёл откачивают весь мёд, а кормить их сахаром на зиму. А сахар, он в 4 раза дешевле, чем мёд. Ну, понятно, очень бегает, а сразу мёд намного сограли. Но пчела, которая вскормлена на сахаре, она теряет мюх. Если нормальная пчела, она не с каждого цветочка берёт нектар и пыльцу, она детей этим кормит, то пчела, скорленная на сахаре, метёт всё подряд. То есть всё подряд, возле дороги, там, травленная или нетравленная, разницы ей нет. Ну и последнее, чем грешит наше всё пчеловодство до сегодняшнего дня, это откачка недозрелого мёда. На самом деле, мёд должны были скачать только на медовый спас. Это середина августа, первая качка мёда на медовый спас. Потому что к этому времени мёд действительно созревает. То есть он созревает, набирает нужную диостатусу, нужную густоту, и из него уходят последние остатки воды. Ну, вы знаете, что на рынке уже в июне торгуют свежим мёдом, так сказать, и так далее. Причём пчеловодов, вот в пчеловодческих журналах и книгах я выписывал пять лет, я пять лет пчёл держал, пчеловодки я сам любитель. Я выписывал, там написано, что да, только пчёлы наносили этого нектара, только вон там видите, что как мёд, откачивайте, потому что вы побудете пчёл ещё больше этого нектара носить. Ну, понятно, то есть у нас запасов нет, они, значит, должны ещё больше работать. Вот эти вот пять факторов действительно полностью подорвали всё наше отечественное пчеловодство, полностью подорвали пчеловодческую отрасль. И на сегодняшний день я ни разу не слышал, чтобы кто-то лечить цель. То есть такого даже, ну, понимаете, что вот, да, человек лечился мёдом, так сказать, получил какой-то результат, я такого не слышал. Это как раз связано вот с этими вещами. Но, говорят, Господь Бог Россию не оставит. И вот 20 лет тому назад группа энтузиастов Пермского медицинского и Пермского сельскохозяйственного института, они решили возродить славу русского мёда. Им удалось в глухой северной Пермской тайге найти выжившую в естественных условиях популяцию северной пчелы. Все думали, что эта пчела уже погибла, потому что они перекрещиваются очень быстро пчёлы. И порода теряется. А они нашли выжившую эту популяцию. Более 100 лет пчёлы жили в дуплах, то есть они жили автономно туда, не залетали ни южные, ни какие породы пчёл. И они получили от этих пчёл первый товарный мёд. То есть взяли их, размножили. И этот товарный мёд первый они в пол-литровой баночке с крышкой полиэтиленовой повезли на всемирную ярмарку выставку продуктов пчеловодства в город Ванкубер, Канад. А там все крупнейшие фирмы человеческие мира, ну привозят естественно фасованную продукцию, там ну супер гипер, а эти принесли в стеклянные банки с полиэтиленовой крышкой. Над ними все похохотали, но когда взяли анализ, выяснили, что в этой табанке и находится самый лучший мёд. И остальное число у него оказалось 48. Весь мир ахнул, откуда такой мёд? Выяснили, да, в России, в Перми, северный мёд, северный, таёжный, уральский мёд. И они на базе этого мёда и этих пчёл на сегодняшний день организовали, запишите, первую пчеловодческую компанию «Тенториум». Первая пчеловодческая компания «Тенториум». Пчеловодческая компания «Тенториум». Значит им удалось сделать пчеловодческий заповедник, а именно у них на сегодняшний день производственная база 200 километров пасек. 200 километров пасек. В них работает более тысячи человек в этой фирме. И они сделали санитарную зону 50 километров, запретили мудрную зону, запретили залоз суда, ну и других пород пчёл, ну чтобы породы не нарушить этих северных пчёл. Получили они этот товарный мёд, но этот мёд оказался в полтора-два раза дороже, чем мёд обычных южных этих пчёл. Ну понятно, во-первых, они малопродуктивны. Если южные пчёлы за сезон собирают до 100 килограмм на семью, то эти дают примерно 15-20 килограмм на семью товарного мёда. А затраты те же самые, даже ещё выше. И они в магазине поставили свой мёд, написали мёд северных пчёл, высокодиастазный. Никто об этом ничего не знает, естественно. И если рядом стоит два почти одинаковых мёда, сладких, и один стоит 100 рублей, а второй 200, конечно, люди берут за 100, и никакой дурак не берёт за 200. И они в первый же год пролетели экономически, разорились. Разорились на этом своём мёд, разорились. Тут кто-то им посоветовал, и они создали, запишите, потребительское общество, тенториум. Потребительское общество, тенториум. Потребительское общество, тенториум. Значит, это потребительское общество, они поначалу открыли свои офисы, магазины в крупных городах, во всех. И люди, которые знают, что это самая лучшая в мире пчелопродукция, вот у них, из Перми, вот эта вот, тенториум. Они туда начали приходить, покупать эту продукцию. Они постоянно начали расширять, так сказать, ассортимент этой продукции всей, которую они там готовили. И на сегодняшний день этому потребительскому обществу уже 16-й год, то есть они работают в 16-й год. И на сегодняшний день более 1 миллиона потребителей во всей стране нашей и в странах СНГ, они работают в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии, более 1 миллиона потребителей в этом обществе. Значит, люди, которые знают, что это за мёд, они готовы за него заплатить и дороже, и при этом, так сказать, лечиться, оздоравливаться именно вот этой вот пчелопродукцией высокодиастазным серовым ментам. Такой же склад, офис открыт у вас в городе Абакане по адресу, какому? Карломальца 2, да? Карломальца 2, да? Код старца. Вот. Значит, что они делают? Во-первых, они возродили там всю земскую медицину, запишите, то есть у них работает кафедра пчеловодства и кафедра апитерапии, кафедра пчеловодства работает у них в зельско-хозяйственном институте, а кафедра апитерапии работает в медицинском институте. И они подняли и возродили всю земскую медицину, то есть лечение людей с помощью трав и вот этого билета. И разработали, они это всё восстановили, и на сегодняшний день у них там они продают все эти композиты, которые помогают человеку лечиться вот этой сладкой продукцией. Да, сейчас я расскажу, как там прийти, как там можно купить. Вот. Они разработали мощнейшие системы очистки. Кстати, у нас, у нас до революции, до революции, у каждого крестьянина была своя пасека, у каждого крестьянина. У каждого крестьянина в огороде стояла колода пчёл. И крестьяне этим мёдом лечились, то есть всю зиму они лечились травами и вот этим самым мёдом. И вот на основе этого мёда они как раз там сделали очень много продуктов, в том числе продуктов для очищения. Вот то, что я вам раздал материал Надежды Алексеевны Семёновой, вот по очистке организма, видели там дальше и шагу. Ну, это, конечно, на сегодняшний день уже считается прошлым веком. В частности, скажем, очистка кишечника с помощью клизмы это очень эффективный способ очистки кишечника, но варварский, так сказать, считается. А вот как раз эта фирма Тинториум, она возродила наши старые системы очистки организма. И они разработали на основе пчелопродукции очистку желудочно-кишечного тракта. Запишите, очистка ЖКТ. Программа очистки ЖКТ. Желудочно-кишечного тракта. Без всяких клизм. Без всяких клизм. Программа очистки ЖКТ. Значит, что это такое? Это три баночки вот таких вот, 100-граммовых. 42 дня человек ест эти горошки там, которые есть. Ест, ест, ест. И у него идет автоматическая очистка желудочно-кишечного тракта. После того, как он очистил желудочно-кишечный тракт, спустя там недели-две, полная очистка организма. То есть это очистка печени, очистка поджелудочной железы, очистка всего. Да, идет полная программа здоровья, она называется у них. Полная программа здоровья. Человек ее опять продел в течение там полутора месяца. Сразу у него, так сказать, начинает. Дальше у них идет мощная антистеротическая программа. Программа очистки сосудов идет. То есть человек очищает сосуды, микрокапилляры сосудов. То есть это очень важно. Я вам уже говорил, чтобы восстановить из дороги, из линия, надо вернуть эластичность, надо вернуть работоспособность. И вот они там как раз разработали все это в комплексе. И сделали они мощную антистрессовую программу. То есть это успокоительная программа тоже на основе всей этой пчелопродукции. Вот у них четыре таких программы, ультра они их называют. Они с ними работают, да. Это очень-очень ценная вещь. И вот у нас в Москве все соратники, они, как говорится, подключаются к этому делу и оздоравливают себя именно вот этими вот пчелопродуктами. Кроме того, именно им была передана технология производства вот этого проколиса. То есть вот проколис, который вы, экстракт проколиса водного, им передали туда именно в перь. Они сделали по нашей разработке, сделали черничный экстракт с пергой, то есть это они сделали. Кроме того, они делают совершенно уникальные вещи, которых не делает в мире и у нашей стране больше никто. В частности, они делают там продукты с маточным молочком. Что такое маточное молочко, я вам сейчас скажу. Маточное молочко самый загадочный продукт питания в природе. Маточное молочко. Маточное молочко вырабатывают молодые пчелы сами. Оно имеет такой белый цвет, это молочко. И этим молочком они кормят маток своих и кормят личинок. И вот смотри, вот два соседних сота. Одинаковые с два сота. И матка каждый сота вкладывает по личинке. Эти личинки абсолютно одинаковые, они идентичны. Их можно сто раз друг с другом поменять. Но вот эту личинку пчелы кормят маточным молочком. И из этой личинки через 16 дней вырастает новая матка. Через 16 дней вырастает новая матка из этой личинки. Она может создать семью, откладывать ей личинки и так далее. А вот эту точно такую же личинку. Пчелы кормят медом. И кормят ее 21 день. И через 21 день с нее вырастает рабочая пчела. Она в два раза меньше матки. В два раза меньше. Она тоже женского рода, может откладывать личинки, но у нее другое назначение. Она собирает нектар, выращивает молодых пчел. Матка всю жизнь ест только маточное молоко. Молочко. Она больше ничего есть не может. Ее на банку с медом посадят, она умрет от голода. Если рядом нет молодых пчел, которые ее изо рта будут кормить молочком, матка умирает с голода. Так вот матка. А пчела всю жизнь ест только мед. Пчела в сезон живет 40 дней. 40 дней живет пчела в сезон. Уходит, если в зиму, живет полгода. Полгода. Матка живет до 20 лет. До 20 лет. Понимаете? Абсолютно одинаковая генетика, разный режим питания, продолжительность жизни возрастает в 40 раз. В 40 раз. Загадка. Загадка. Загадка природы, которую в конце концов ученые нашли. И второй момент. Недавно на Балтике нашли янтарь. В этом янтаре пчела. Аккуратненько разрезали. Под микроскопом исследовали один в один, что в янтаре пчела, что сейчас пчела. Померили возраст янтаря в 56 миллионов лет. Вы представляете? За 56 миллионов лет пчела абсолютно не изменилась, как видите. Все изменилось. Все. Мамонты вымерли. Люди за последние 300 лет на 40 сантиметров выше стали в среднем, чем были 300 лет назад. А пчела не меняются. В чем дело? И выяснили секрет вот в этом маточном молочке. Дело в том, что маточное молочко, запишите, это генный корректор. Генный корректор. Когда его применяют в пищу, они устраняют нарушения генов. Почему идут мутации? Да потому что гены нарушаются, и каждое новое, так сказать, поколение, оно чуть-чуть отличается от предыдущего. И пошли, поехали, и может совсем, так сказать, идти в сторону. А вот то, что маточное молочко маточное, у нее идет постоянная, так сказать, коррекция генной структуры. И они, пчелы, на протяжении миллионов лет не меняются. Более того, если есть маточное молочко, то это в дадут огромного долголетия. То есть, она почему стареет? Потому что идет нарушение, в ДНК идет нарушение хромосом. И каждый раз новый белок с каким-то отклонением. Ну, то есть, формируется это и есть старение. А маточное молочко исправляет эти нарушения в делах. Поэтому и вот фирма Дентуриум первая, которая сделала для широких народных масс вот эту продукцию с маточным молочком. Ну, запишите. У них там есть Апиток. 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 Это смесь высокодиастазного меда с прополисом и с маточным молочком. Апиток. Смесь меда, северного меда с прополисом и с маточным молочком. Апиток. Они еще и производят апитонус и апифитотонус. Апитонус это мед с маточным молочком, а апифитотонус это мед с маточным молочком и различные травы, добавленные экстракты травы. Но мы с вами использовать будем именно апиток. Это мед с маточным молочком и прополис. Значит очень полезен этот апиток детям при беременности, при зачатии детей, очень полезен пожилым людям для омоложения организма. В частности вот в Англии на английском языке маточное молочко называется королевское жилет. И всех королевских особ его подкармливают. И вот королева-мать, которой 103 года была, она как раз питали, ее питали, подпитывали масочным молочком. И она сохраняла, что все эти разумы, работоспособность до самой смерти. Я пять лет выписывал журнал «Пчеловодство», пять лет выписывал. И этот журнал я все время приносил на работу, всем показывал. И начинали мы его всегда читать с последней страницы. Потому что на последней странице всегда там печатали некровод. А некрологи все были такого примерно содержания. С глубоким прискорбием сообщают, что безвременно на 108 году жизни скончался, значит, видный, заслуженный пчеловодство в Орловской области Иван Иванович такой. И я все улыбался, и все смотрели безвременно на 108 году жизни. Причем во всех некрологах написано, что до самой своей кончины он успешно работал на пасеке, так сказать, все там делал. Полный он не болел, а полный имел работоспособность. Да, действительно, пчеловоды живут все на природе. Пчеловоды постоянно общаются с пчелой. Пчеловоды, профессионалы, не употребляют алкоголь. Пчелы не переносят запах алкоголя, могут зажарить просто насмерть. Пчеловоды не курят, пчелы не переносят гриб от опрачного. Ну, я не знаю, свойства этого маточного молочка или вообще свойства всей пчелопродукции, постоянно употребляют ее в пищу. Поэтому живут очень долго. И я вам тоже советую на это обратить внимание. Вот тот прополис, который вы взяли, он у вас на месяц кончится через месяц. Чтобы не было привыкания, вы месяц сделаете перерыв, скажем, в сентябрь. Но в течение этого месяца я вам очень советую, возьмите вот этот у них опиток там. И этот опиток его надо как? По чайной ложечке утром просто натощать, берете в рот, растворили и проглотили этот мед с маточным молочком внутрь. А немножко его оставили в ложечке, кипяченой водичкой развели и закапали себе в глаза. То есть развели, ну, это же самое. И вот его можно покапать себе в глаза вместо прополиса, чтобы не было привыкания к прополису. Вот это вот опиток. Вот. Значит, что у них там... Извините, развели, сколько раз? Ведь так же, как прополис? Ну да, один раз, ну, два раза можно в день, да, два раза в день, утром, вечером закапали в глазки. И вот это как раз вот тот мед самый, про который писали русские лечебники. То есть вот этот мед закапали в глаз. Ну, чтобы вот он развелся. То есть чуть-чуть, несколько камер бросили, развели, развели, получилась жидкая. И перчку набрали и закапали. А ложку просто взяли в рот и рассосали. Кстати, вот этот мед, его много есть нельзя ни в коем случае. Это очень высокоактивный продукт. В отличие от того меда, что ложками людей-то, вот этот мед можно есть только, ну, чайная ложечка утром натощак, растворить и со слюной и проглотить. Да, его тоже там продают, и этот мед северных пчел, и продают композиты с этим медом, в частности, мед с маточным молочком и с прокурсом. Они там это все продают. Значит, что у них там есть еще такого, так сказать, уникального? Ну, понятно, значит, у них там можно чернику, у них они продают эту чернику, если закончится у вас, можете там всегда у них купить чернику с пиргой. Вот, значит, у них там продается великолепный, запишите, крем Тенториум. Крем Тенториум. Крем Тенториум. Значит, в чем его великолепие, этого крема? Помните, продавали у нас в аптеках звездочку, китайскую, вьетнамскую звездочку, типа вазелина, и мы где-то в чего-то обмазали. Так вот, этот вот крем Тенториум, это аналог звездочки. Это воск с пчелиным ядом. Воск с пчелиным ядом. Аналог звездочки, воск с пчелиным ядом. Вы, наверное, слышали о том, что есть апитерапия, ужаление пчел лечит людей. Но это очень болезненная процедура, потому что пчелы жалят очень больно. Очень болезненный раз. Второе. Есть люди, которые могут от ужаления умереть. То есть, есть примеры, когда пчела ужалит, особенно в голову, человек может умереть от этого яда. И третье. Когда ужаливают, пчела гибнет. То есть, пчела после этого погибает. Пчела ужалила, если она кого-то ужалила, она после этого гибнет. А вот они взяли и научились собирать пчелиный яд, гульки. Ставят туда рамочки специальные с электротока. Слабый электроток. Пчел током бьет, она раздражается и брызгает на сеточку этот яд. Они его собирают, этот яд и растворяют его в воске и делают вот этот вот крем-тельтолиум. Это амилокапитерапия. Где-то что-то болит, вместо ужаления, прямо этот крем туда вот этот с воском, его туда вот втирают и получают очень хороший результат. Кроме того, они воск, производят там воск, чистейший воск. И этот воск, если человек его проглатывает, разжевывает, он, проходя через вишечный тракт, этот воск собирает на себя токсины и выводит из организма. Поэтому, если вы покупаете именно в суток, то надо не выплевывать, а разжевывать и проглатить. То есть он способствует тоже очистке нашего организма. Значит, что у них есть еще? Запишите, мыло прополисное. Великолепное прополисное мыло у них есть. Запомните, что очень многие мыло и шампуни вредны для глаз. Они раздражают слизистую оболочку. А вот у них мыло прополисное, 200 грамм пузыречек, хватает месяца на три. И раз в три дня с этим мылом умыть лицо, а на шелковом крем мыло, и очень полезно для глаз, очищает глаза. Вот этот крем мыла. То, что они там делают. Есть для ног у них, есть все, и для ног есть. То есть у них вот, видите, целый список, кто живет, они производят весь спектр пчелопродукций, которые, в принципе, можно получить. Есть. И на сегодняшний день они вот есть антисклеротические, крем, есть крем для ног специальный, есть чередония. То есть у них это, да. Да-да, сейчас, давайте посмотрим. А мы дадим сейчас. Они есть у нас. Готовы? Да-да, мы дадим. Вот. Значит, что еще у них там есть хорошего? Хлебина. У них там есть очень хорошего. Сейчас я вам скажу. Хлебина. Значит, хлебина. У них там есть это чистая, это чистая перга. Значит, пчелы приносят вули и приносят пыльцу. Это пыльца, они ее слюной обрабатывают, она называется обножка. Пыльца – это набор витаминов, необходимых для питания человека, очень необходимых. А на зиму, они летом едят пыльцу, а на зиму они из этой пыльцы делают пергу. Это их хлеб на зиму. Пчелиный хлеб, перга. Так вот, это вот перга, запишите, обладает иммуномодулирующим свойством. Перга хлебина обладает иммуномодулирующим свойством, то есть повышает иммунитет у людей очень сильно. А чем отличается иммуномодулирующая от стимулирующая? Чем? Ну, это, в общем-то, вещи очень близкие. Иммуномодулирующая, он запускает собственные иммунные резервы, которые низкочеловек, которые спят, он помогает им высвободиться в нужный момент. Значит, что они еще делают? Значит, вот я вам про питок рассказал. В севере все они делают. Ну, различную косметику они делают, кстати. У них делается на основе медовой продукции очень хорошая косметика они делают. Вот они бальзамы делают, паста шоколадная у них тут всякая. И, да, запишите еще, ушные свечи. Очень важная вещь, они делают ушные свечи из воска. Это восковые трубочки. Это старый сибирский способ лечения слуха. Каким образом? Человеку восковую эту трубочку вставляют в ухо и поджигают. И она начинает огнем гореть. Она прогревает ухо, прогревает и вытягивает из уха всякую гадость. Когда мы первый раз поставили, у меня вот такая вот серная пробка вылезла из уха. Прямо вытянула ее в эту трубочку. Туда затянула. Удивительная вещь, хотя бы раз в год, два раза в год, вот прочищать уши таким образом очень-очень полезно. Это и прогревание, и прочищение очень мягкое. Ну, а если вы еще и будете делать массаж рука и вот этот пальмин на уши, то можете стать гидроакустикой подводного форда очень-очень быстро. Вот они это тоже делают. Значит, следующий момент. Как и что туда к ним вступить в это потребительское общество? Да. Ну, потом посмотрим, например, тут и привезли. Значит, как туда вступить в это потребительское общество? Значит, люди, которые примерно приобщаются к этому делу, ну, в частности, я говорю, вот у нас наши соратники, они, как правило, туда именно вступают, потому что там именно можно прийти купить и прополис, там можно и чернику купить, там можно купить, ну, вот для глаз, там можно купить очистки, все вот эти вот мягкие очистки организма, чтобы, ну, не заниматься грубыми, понимаете? То есть вот то, что написано у Семенова, это все-таки, ну, самое грубое, что может быть там, очистка организма, скажем, ну, с помощью касторги, это ясно, что не самое лучшее. Вот. Значит, наши соратники там у них работают. На что нужно для этого сделать? Значит, люди, которые вступают в это потребительское общество, они подписывают с этим обществом вот такое вот соглашение, соглашение, и получают вот такую вот визитную номерную карточку. Это карточка члена Всероссийского общества здоровья на крыльях Чилы. Вот с этой вот визитной карточкой в любом городе, в любом городе, на любом складе я прихожу, протягиваю эту карточку, и мне там продают эту продукцию, сколько угодно, на 40% дешевле, чем в рознице. Запишите. Для членов потребительского общества на 40% дешевле, чем оно продается в рознице. На 40% дешевле, в этом потребительском обществе. Для вот тех, кто является членами, имея такую визитную карточку. Поэтому это очень и очень выгодно иметь вот эту. Значит, у них вот этот вот вступительный, вот весь этот контракт, здесь пакет документов, каталог всей этой продукции и так далее. Он у них там стоит, вступительный этот взнос, 420 рублей. Но у этой компании есть два правила. Я вот сейчас расскажу про эти два правила, прежде чем вы подумаете вступать туда или вступать. Первое правило у них заключается в следующем. В следующем. Вот на этом ценнике, который здесь, у них здесь написаны все продукты, которые они продают. Дальше идет фасовка, сколько грамм в этой банке. Дальше идет очки, называется графа. Следующая идет цена складская. И следующая идет цена розничная. То есть вот таких вот 4 графа. И, значит, первое правило, которое у них существует и которое нарушать нельзя. Вы на этом складе для себя, для своих родных, близких, друзей, знакомых можете покупать сколько угодно этой продукции по дешевой спросской цене. Ради бога, сколько угодно можете покупать. Но если вы где-то эту продукцию предлагаете людям незнакомым, незнакомым людям, то вы им должны предлагать ее по вот этой вакцине по розничной. На 40% долларов. Понятно? Почему? Потому что довольно много людей там успешно работают в этой фирме. Они распространяют эту продукцию и на этом даже имеют дополнительный неплохой заработок. А если вы начнете продавать по дешевой цене, вы им подольете этот. Если вы нарушите это правило, и на вас кто-то капнет, а довольно много уже, так сказать, людей, которые в эту продукцию и песня не узнают, то вам будет вынесено первое предупреждение, что вы нарушаете правила компании и продаваете вот по этой, не по этой, а по малой цене. Понятно? Вот у меня уже есть одно предупреждение, у меня уже есть. Я когда только записался, стал членом этого потребительского общества, я, естественно, не сразу купил прополис, а пол ящика, пришел и по той же цене и продал. Ну, на первом занятии у меня его тут же и расхватали. Два человека оказалось, это в Москве было, два человека оказались сперем этого общества, и оба написали на меня заявление, нарушая это самое, мне вынесли первое предупреждение и сказали, что если такое повторится, мы вас исключим из этого потребительского общества. Поэтому мы вот на этих занятиях вынуждены людям предлагать вот по вот этой вот цене. Но вы наши сейчас соратники, значит, у них вступительный взнос в эту самую стоит 420 рублей, мы вам 100 рублей возвращаем, то есть скидка будет 320 рублей, мы вам подпишем сюда, то есть те на 100 рублей решим и просто вернем то, что они бы переплатили за вот этот вот компонент, как раз на 100 рублей дороже. Понятно? Но это правило, оно существует, его нарушать нельзя. И второе правило, которое там существует, если человек вступил в это потребительское общество и в течение полугода ни разу не зашел ни на один склад и не купил хотя бы свечку, то он автоматически, да, исключается из этого потребительского общества. То есть из компьютера его исключают и его права... Не обязательно, да, на комплектацию выбрать? Не обязательно. Просто, я говорю, хотя бы на рубль купили, там зашли, чтобы вас отметили. Потому что у них каждый месяц данные о покупках идут в компьютер, в ПЕМ, и они там смотрят. Если полгода человек нигде, ни на одном складе, ни в России, ни в Белоруссии, ничего не купил, значит, он автоматически выбывает из этого потребительского общества. То есть вот, что касается. И последнее. Значит, вы когда придете и будете покупать на складе в себе вот эти вот вещи, продукты, у них там при складе проходит учеба. Учеба там рассказывают, приезжают специалисты, рассказывают о различных продуктах, рассказывают о двух оздоровительных свойствах, там разных, 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 этих, ну, знаете, да, как это всегда бывает. Вот. Они там учат. И вот на этом складе, когда вы покупаете, вам на компьютере выдается накладная. Что вы купили там, Апиток, допустим, Прополис купили, Чернику и так далее. Значит, написано, что вы купили, написано, сколько вы денег заплатили. И рядом еще графа. Будут написаны очки, которые вы за эту продукцию получили. Что такое очки? Очки – это цена этой продукции, баночки в городе Перми. Скажем, если эта баночка в Перми стоит 100 рублей, 100 рублей, то она имеет цельность 100 очков. Но, когда эту баночку привозят сюда, в Абакан, на нее накручивается, во-первых, транспортный расход, раз, и накручивается аренда помещения, два. И здесь уже у вас, она стоит, эта баночка, 120 рублей. 120 рублей. Но она стоит 100 очков. Зачем нужны эти очки? Очки эти очень важны тем, что если вы в течение месяца возьмете себе, родным, близким, друзьям, знакомым, продукции, там, более чем на полторы тысячи очков, это примерно на 1650 рублей, то вам на следующий месяц придет премия от этой фирмы 10% еще скид. То есть вам уже будет не на 40, а на 50% дешевле вся эта продукция. Понятно? В течение месяца или за раз? В течение месяца. В течение месяца, да. В течение, скажем, августа, если вы пять раз пришли и в сумме набрали больше полутора тысяч очков, поэтому очки, имейте в виду, для вас тоже очень и очень важная вот эта вот вещь. И последнее, последнее, интересно. Вот всегда я когда слышу, у нас, особенно у русских людей, сформировалось какое-то предубеждение, ага, это сетевой маркетинг, это какое-то надувательство людей, ну и так далее, и тому подобное. То есть, ага, кто-то там на чем-то где-то наживается. Я вам на эту тему отвечу так, я тоже с этим, естественно, серьезно разбирался, потому что поначалу тоже, как говорится, руками иногда. Значит, вы послушайте меня внимательно. Вот этот пропорец, если его сейчас поставить в магазине продавать или в аптеке, он не стоит ни копейки, никто на него внимания не обратит, потому что никто не знает, что это такое, никто не знает, зачем он нужен. Вы согласны? Поэтому, если любой новый продукт пустить на рынок, то нужно затратить огромные деньги на его рекламу. Посмотрите, как рекламируют некоторые вещи вот по телевизору, это строит очень больших денег. Это раз. И второе, при традиционной продаже через магазинные склады этот продукт проходит как минимум трех посредников. Это идет первая, значит, областная база, городская база, магазин. И каждый свои 30% накручивает цену. В результате, в результате, эта баночка в Перми стоит 100 рублей ее производства. В магазине она должна как минимум 200 рублей стоить. Но если продукт совершенно новый, на него еще реклама нужна, то есть он будет в магазине стоить 300 рублей. Понимаете? Он будет стоить 300 рублей в магазине. Пожалуйста, платите 300 рублей, ради бога, если хотите. Система прямых продаж она исключает всех посредников, потому что из Перми напрямую со склада приходит в их офис сюда продукция. Раз. То есть минуется посредник. И второе, полностью исключается реклама. То есть не нужно денег ни копейки тратить на рекламу. И подделки. И подделки. И кроме того, фирма она все-таки ставит здесь цену, допустим, допустим, если он стоит этот продукт, стоит его себестоимость, скажем, 80 рублей, они все-таки ставят цену в Перми 100 рублей, а вот эти 20 рублей они пускают на премирование тех, кто распространяет эту продукцию. Понятно? То есть те, кто рекламу дает, кто они рассказывают, там ее рекламируют и так далее, они им эта продукция, вот эти 20 рублей идут в виде премии на эти продукты. Ну и что? А у них в этих вот баночках таких вот это пищевой, да, пищевой этот полиэтилен, у каждого есть свой сокроводности, сохранности этого продукта, а у них там на спине она все-таки хранится. Вот. Ну и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы вы стали активными всеми участниками этого оздоровительного дела. Мы это называем программу возрождения славы русского меда. то есть вот все, что делает эта фирма Тинториум, она на сегодняшний день обладатель всех золотых медалей международных выставок-ярмарок и признана лидером, мировым лидером в области здоровья, продуктов, чиноводства, более лучшего ничего в мире нет. Огромный интерес на Западе к этому нашему меду, но президент этой фирмы сказал, пока своих всех досок они накормят, ни килограмм, мы на Запад ничего продавать не будем, нам это не нужно. Ясно, что на нас выходило очень много фирм, вы понимаете, раз мы с людьми работаем, но мы сказали, мы будем работать только с отечественной фирмой, чтобы это были угли, только фирма, которая производит для здоровья товары, и это должны быть товары уникальные, то есть их аналога быть не должно. И вот это как раз фирма, с которой мы все еще не сотрудничали, и вы будете там покупать эти программки очистки, будете покупать пропоны, с чернику, мыло и прочее, маточное молочко, и сами того не зная, вы будете помогать нашему движению, потому что вот это потребительская общая тензория единственная на сегодняшний день организация, которая помогает нашему трезвенному движению, в частности, газеты мы издаем на деньги, которые они нам будут. У нас создана такая хитрая структура, и все вот эти вот премии, они идут нам для нашего этого дела. Значит, как сюда записаться? Как сюда записаться? Вот, Ишмайев, Олег Владимирович, он, к сожалению, ленивый человек, не хочет очки свои снимать, у него, к сожалению, один глаз очень сильно травмирован, вот, и за второй глаз он боится, на две диоктрии он улучшил, но до конца он дорабатывать не хочет, вот, он наш соратник, он очень крупный специалист в нашей стране по проблемам питания, он проводит по всей стране курсы по восстановлению здоровья, нормализации питания, нормализации веса, вот, и в том числе он работает и в Финкл, закажите все, 22, 58, 22. 22. 22. 58. 23. Ишмаев, 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 Олег Владимирович, Олег Владимирович, Олег Владимирович, Сеяков Восемьев. Значит, еще раз, еще раз, соратники, я вам напоминаю следующую вещь, значит, стоит вот этот вот пакет, стоит вот этот вступительный внос пакета, 420 рублей, но я говорю, что мы для наших соратников, которые, ну, прошли у нас этот курс, он будет стоить 320 рублей, то есть 100 рублей мы возвращаем, поэтому, если вы сами вдруг хотите там подписаться, то вам придется за 420 рублей. Значит, если вы к Олегу Владимировичу обратитесь, скажите, что это из группы Жданова, ну, значит, он вас подпишет по вот этой нашей внутренней годной схеме, годной цене. Какие вопросы ко мне? Они вот там работают? Что? Он там работает? Нет, там никто не работает, там мы работаем, как на общественных началах, ну, грубо говоря, то есть мы просто рассказываем об этой продукции, людей туда привлекаем, и вот у меня в Москве сейчас очень много соратников, я у вас на Москве же работаю, я так уж летом во время отпуска здесь, в Абакане курсы провожу, очень многие соратники говорят, Владимир Ильич, еще вам огромное спасибо за тенторию, потому что очень многие болезни, очень многие, то есть оздоровление, я вам скажу так, вот пчела, пчела, то, что есть в уни, то, что есть в уни, это 100% полноценное питание всех клеток организма человека, 100% полноценное питание, вот чтобы полноценно питать все клетки, особенно клетки мозга, клетки глаз, человеку нужно 600 различных витаминов, микроэлементов, аминокислот, 600. То, что в столовой мы едим, 400, 200 не хватает. Так вот, если взять все, что есть в улье, мед, перга, маточное молочко, прополис и так далее, если все это взять и есть, то получается ровно 600. То есть это абсолютно полноценное питание. И люди в течение года, так или иначе, прокушав одну программу очистки, вторую, третью, а это программа сладкий, вкусный, они восполняют нехватающие в организме микроэлементы. Это способствует очень серьезному оздоровлению и омоложению организма. Многие люди вот прямо с неизвестными болезнями расстаются. Особенно вот эта вот перга и черника. Она очень хорошо помогает при болезненно-депрессивных состояниях. Когда человек болеет, они знают, чем болеют. И врачи не могут понять. А он болеет, а вот его обследовать найти не могут. А он начинает эту продукцию есть, у него иммунитет повышает. А иммунитет сам находит болезнь. И он их что? Черника с пергой, либо хлебина. То есть чистая перга. У него это дело проходит. Поэтому я еще раз говорю, люди там очень благодарны, очень хорошо работают в этой самой компании. Что? Да, у вас список народов есть. У них прямо на этом контракте. Есть их телефон, ты видишь, туда звонишь и спрашиваешь. Есть там, допустим, есть в Минусинский склад. Они тут же говорят, телефон такой-то, да, в Минусинский, есть склад, приезжайте там покупайте. Это правда. То есть есть? А как у нас? Как? Норильский. Я говорю, вы просто позвоните по этому телефону и спросите. И следующая цель, я думаю, только транспортный. То есть еще даже самолеты. Я думаю, у нас же не очень тяжелый. На цель у меня идет еще. Можете здесь купить, записаться. Здесь купить, с собой письки. То есть каждый день по чайному ложечку. Кребилой, я пергопу, скажем, с пыльцой. То у того никогда не будет инсульта. Только каждый день. Это можно взять, да? Это точно. Ну, это потом. Это просто контракт к этому. Так что, соратники, подумайте. Подумайте. Те, кто хочет к этому делу приобщиться, то ради бога. У нас, кстати, мы видим. Те соратники, которые так или иначе, ну, как-то начинают вот в этой каше в офисе, ну, то есть здоровьем своим заниматься, все. Они не теряются. Мы с ними как-то и связь поддерживаем. Результаты идут очень хорошие. В том числе и для глаз, и для всего. Поэтому я вам очень советую именно записаться и стать тоже участниками этой мощной программы возрождения славы узкой пчелы. Тем более, что это очень выгодно. Экономически там продается в два раза дешевле, чем вы ее где-то купите. Где-то кто-то вам ее предложит. Нету больше вопросов. А сейчас потерлю руки до тепла. Значит, я, Олег, вы до конца не сидите? Нет, у меня клиент. Активити-поди? Спасибо. Спасибо.